Коллективный успех в Сургуте принят бюджет города на будущий год. Его главное отличие от предыдущих аналогичных документов – инвестиционная направленность. Она обеспечена многомиллиардными вложениями в развитие муниципалитета. Кроме того, кубышка города – самая крупная за все время. О доходах и расходах подробнее Татьяна Расторгуева. Ответственное и важное решение. Депутаты Думы Сургута рассматривали в окончательном чтении проект бюджета города на следующий год. По своему наполнению, кубышка муниципалитета – самая большая за всю историю. Доходы – 35 миллиардов 380 миллионов рублей. Расходы – 36 миллиардов 692 миллиона рублей. Дефицит бюджета в размере 1 миллиард 312 миллионов рублей. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – также 1 миллиард 312 миллионов рублей. Дефицит отмечают плановый. Его есть чем, в случае чего перекрыть. Но главное даже не в сбалансированности, а в назначении. При сохранении всех социальных обязательств в казне предусмотрели деньги на развитие Сургута. Мы же перестраиваем сейчас сам бюджет. Как я уже говорил, есть бюджет развития. Бюджет формируется достаточно серьезный, вы слышали, по расходам 36,8. То есть это достаточно серьезная сумма. Я надеюсь, что теперь с учетом появления в том числе новых инфраструктурных проектов в городе Сургуте будут появляться дополнительные средства. В следующем году начнется строительство инфраструктуры для будущего научно-технологического центра. Это целый микрорайон на берегу реки. Он несет в себе колоссальный по своей мощности потенциал, как в науке, так и в экономике. Да, безусловно, это бюджет, формирующий серьезный инфраструктурный старт на следующий год для развития нашего города. Я думаю, что мы оценим это чуть позже. Нас поддержал регион в нашей инициативе, и сегодня мы с инфраструктурным финансированием поддержали и сформировали политический пул работы на следующий год. Все процедуры пройдены, согласованы, и сейчас завершается проектная работа. В некоторых случаях уже проектная работа завершена, и будем приступать к СМР. Сферы городского хозяйства, благоустройства и капстроительства не останутся без внимания. Продолжается возведение школ. Запланировано около двух миллиардов рублей на переселение жителей из аварийного фонда. Отремонтируют не менее 30 дворов и 10 проездов. Реновация ждет несколько улиц, среди которых Привокзальная, Крылова и Толстого. Предельные объемы бюджетных ассигнований на трехлетний период определены в следующем объеме. 2022 год в размере 4 миллиардов рублей, что выше бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом на 5,7%. 2023 год 3 миллиарда 202 миллиона, 2024 год 3 миллиарда 273 миллиона рублей. Планируется и программа обустройства общественных территорий, и программа обустройства дворовых территорий, которые мы в этом году вели совместно с гражданами. В следующем году также запланировано сохранить объемы работ. Уже дворовые территории обсчитаны, предварительно подготовлена информация о том, сколько и в каком объеме будут вестись работы. Заявки под поданным округом. В приоритете и развитие транспортной инфраструктуры города. Помимо ремонта и содержания дорог, это еще и переустройство маршрутной сети, решение вопросов доступности общественного транспорта для жителей всех микрорайонов, модернизация автопарка. А еще обустройство места ожидания автобусов и многое другое. Большинство из расходных статей бюджета, отмечают депутаты, перекликается с наказами избирателей. Каждый бюджет должен отражать в обязательном порядке те наказы, которые наши жители нам передали во время избирательной кампании. Независимость от партийной принадлежности, это наши земляки. И я знаю, что этот анализ еще проводится, наказов очень много. Но уже в бюджете 2022 года и 2024 года принципиально будем предусматривать вопросы благоустройства по каждому участку строительства социальных объектов. И это будет обязательным условием каждого бюджета. Планируем на будущий год пройти, еще раз, не кулуарно, а пройти со всеми депутатами по всем территориям, по всем избирательным округам. Естественно, обозначить приоритеты. Если где-то проезд, то давайте вот этот проезд в первую очередь обязательно сделаем, чтобы каждый депутат мог прийти к своему избирателю и показать результаты работы на конкретном своем избирательном участке. Проект бюджета депутаты и представители администрации совместно обсуждали в течение недели. Состоялись три сессии слушаний и общественное обсуждение. В результате получилось выработать документ, который устраивает всех. За 22. Спасибо. Решение принято в целом с учетом поправок. Голосовали в том числе и за проект бюджета на 23-24. По планам уже через три года казна впервые за много лет будет исполнена с профицитом. Прирост доходов над расходами ожидается в районе полумиллиарда рублей. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости.